Всем привет! Пока мои дамы спят, у меня есть время рассказать вам об одном очень важном событии. 4 декабря у моей дорогой мамочки будет день рождения. У меня мама очень активный человек, ее практически невозможно застать за лежанием на диване или ничего не деланием. И, мамочка, я тебе желаю всегда оставаться такой. Ты для меня просто символ, какой должен быть человек, какой он должен быть активный, жизнерадостный, целеустремленный. Я тебя очень люблю и знай, даже то, что мы на расстоянии сейчас, это мелочи. Я всегда о тебе думаю, мне очень часто не хватает твоих советов и я очень рад всегда, когда я тебе звоню и мы с тобой общаемся, я показываю тебе Мэриэм. Вы разучиваете песни, вам это нравится, Мэриэм это нравится, я тебя очень люблю. Мы завтра Мэриэм скажем, что у бабушки день рождения и будем выбирать подарок. Мэриэм очень любит выбирать подарки и, возможно, она будет этим заниматься целый день. А еще, пользуясь тем, что у нас много зрителей, я прошу наших зрителей написать маме поздравления в комментариях. Мама их все читает и ей будет очень приятно почитать что-нибудь от вас. Огромное спасибо. Мамочка, я тебя люблю. Пока-пока. Доброе утро. Девочка, ходи к маме. Угу. Та-дам. 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 Это будет Альгарин девочка, мама. Не надо вода сделать. Мама. В общем, пол седьмого утра. Я встала в четыре. В полпятого я покрасила лавка, но третьим слоем. Но оно все равно желтое. Зайтик, иди играй в домик. Сейчас. Давай. Давай, друг мой. Да, но оно все равно желтое. Надо, кажется, что с этим делать. После того проснулась Мэри. Самое увлекательное в этом то, что нам сегодня с ней целый день вместе гулять. Развлекаться. Да, развлекаться. Потому что у нас визит к врачу посреди утра. Но теперь в связи с таким ранным подъемом, я даже знаю, как у нас это пройдет. Пишешь песенки, да? Потому что вполне возможно, что к этому саму визит она уже упахается, устанет и не будет сотрудничать. Но... Где наша не пропадала? Как он потом? Владимир собирается. Поедет на велосипеде. Ой! Сколько у нас? Ну около нуля? Ну, в общем... Владимир на велосипеде, машина нам. Кстати, да. У Владимира новообразовавшаяся проблема. С него кольцо врачальное спадает. Так что теперь у меня муж ходит без врачального кольца. Если мы раньше задавали вопроса, что он его носить на той руке, теперь он его вообще носить перестанет. Ну, мы подождем пока это все закончится. Чтобы покатать кое-что. Вся эта нашествия. Да. Уже по размеру сделать. Вот это вот у Владимира модные накладки на... О, это просто спасение. Резиновые. Как у этих. Мам. Которые подводным плаванием занимаются. Я прям. Высохо? Да. Прекрасно. Мы вчера стирали футболки. Мама. Сузи. Сузи в кроватке у тебя в комнате лежит. А где он? Пойдем поищем. Ну как? Да. Вкусно? Вкусно. Угу. Первая булка в жизни ребенка. Пока мы ждем суп. Угу. Ну и кофе. Мама, суп. Сейчас тебе принесут суп. Смотри, тебе даже лед для супа уже принесли. Угу. Понятен супа. Сейчас будет. Не пытайся. Давай ща. Вот, пучилось. Давай. Давай, лови лед. На-а. Мы ирием. Папа, паци. У меня тут лед. Это лед, да. Будешь? Да. Что нам выглядит? Итак, мы приехали в госпиталь. Сегодня у нас встреча с так называемым occupational therapist. Я вообще без понятия, что это по-русски. Ну, задача, вроде как, не объяснили в том, чтобы они проверили физическое, психо-социальное, эмоциональное развитие. Мэри, радость моя. Я себя не слышу. Мэри, фишка в том, что сейчас оно нам уже не надо. У нас никаких вопросов к ребенку нет. Направили нас на этот occupational therapist appointment в марте месяца. Вот, и только сейчас у них освободилось место. Поэтому я решила, что мы все-таки его сделаем, поставим галочку и, собственно, забудем. Но плохо себе представляю, что это будет. Потом расскажу. И еще я хочу кровушку сдать, попробовать Мэри. Можно, в принципе, сдать где угодно, но у нас в клинике у меня лично проблем не было, но я не знаю, как они работают с такими мелкими. Поэтому пока мы в госпитале, попробуем еще здесь. Тоже интересно, как пойдет. Ну, в общем, я вам расскажу после. Потому что в госпитале снимать нельзя. Вообще мы в госпиталь ездим исключительно на визиты Мэриэм к ортопеду Джессикой. И это, судя по всему, единственный врач, которого Мэриэм искренне любит. То есть, который ей искренне нравится, скажем так. Потому что она всегда рада, когда мы к ней едем. Спрашивает периодически. И, в общем-то, знает, чем мы там будем заниматься. Что Джессика посмотрит янушки и покидает ей мячик. Ты уже спать хочешь? Да. Ага. Вот у нее фиг было так рано просыпаться. Я дома поспишь. Дома поспишь. Да, сейчас мы тут все сделаем. И поспишь дома. Вот. Но у меня есть подозрение, что Джессики сегодня не будет. Хотя она собиралась присутствовать. Думаешь, будет, Джессика? Да, будет. Значит, будет с мамой. Ну, посмотрим. Вау. Сейчас мы сдадим кровушку и поедем домой. Угу. Я готова. А где у тебя кровушку? А? Вот. Вот там. В ручке? Да. Да. Тебе с ручки возьмут кровушку, дадут тебе наклеечку вот такую. Куда мы ее наклеим? Стой. Да? На заводчик наклей. Да, давай. Так и делаем. Это было увлекательно, но Мэрия молодец. Зайка, покажи, что тебе подарили. Вот это? Да. Красивое. Красивое. А не может плавать. Не знаю, насколько фламинго плавает, но такое. Прорыдала она все время, но хотя бы не сопротивлялась. Погоди, мама. Показать ей пингвина? А я хочу мультика от каминов. Мультик про пламинго? Да. Окей. Мультик. 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 Итак, вот это мое многострадальное окно. Сейчас, наверное, не видно. Я думаю, видно. Вся эта рама пожелтела сквозь краску. Так, легкий оттенок, я думаю, видно. Ну, вечером сильнее заметно, и меня это беспокоит. Особенно в углах вот эта верхняя планка. Я сегодня ходила в магазин, и мне сказали, что мой единственный выход. Это вот эта штука. Стоп. Вот. Это масляный... Спасибо, дорогая. Это масляный праймер, который должен блокировать все. Зайчик, мы не будем сейчас красить. Но он же и воняет ужасно. Поэтому, скорее всего, я буду красить завтра в обед, когда никого нет дома, и можно будет его оставить до тех пор, как мы вернемся. Так, мусор. Ну и плюс мы завтра идем в гости вечером. Поэтому у нас не будет тоже какое-то время. Надеюсь, к тому моменту нашего возвращения он провоняется. Но это будет четвертый слой на моей раме. Сказали, что сверху сейчас, скорее всего, придется покрыться краской. То есть пять слоев. Прекрасно. Мам, папа. Мама, укрыл. Укрыл. Прекрасно. Так что ты будешь? Молочко? Ага, молечко я дам им пипеком. Маме-ка я однику туда отаю мать, а каваку. Каваку отаяла. Каваку отаяла. Так, держи молочко. Дай киня трубочку. Я не люблю трубочка. Смотри, у меня есть желтая. И сиреневая. Это сиреневая. Дорожая. Да. Ну, какой цвет спорный. Будешь? Так. Мама. 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 Ты, 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 я даю мать, и мать. Молочко. Вообще, у меня для Мэрии есть активность, связанная с Новым Годом. На каждый день декабря. Ну, или крафт какой-нибудь, или еще что-то. Вчера мы ничего не делали, потому что она была занята своей музыкой. Ну, сегодня вот начнем с этого, и мы что-то еще сделаем. Несмотря как время пойдет. Угу. Угу. Да. Угу. Э. Я отío. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Итак, без четверти 8. Мы пришли от друзей. Для нас очень вкусно покормили. Сегодня пришлось готовить ужин. Не представляете, насколько я безмерно благодарна за такие ужины, когда у самой холодильники грустно. Владимир себя покормит. Он сам себя кормит. А мне с Мэрием надо как-то изощряться. Ну, в общем, теперь у нас экстерно покупать ребенка и укладывать ее спать. И по ходу дела мы совершить квест, который называется «Сними пластырь». Они приклеят эти вот ватки на места проколов каким-то таким пластырем, который просто нереально снять. Шумно. Мне самой больно такой себя снимать. Но я как бы так зубы сцепила. Фух! А Мэрием, конечно, такой номер не пройдет. Поэтому сейчас будем ее отпаривать и надеяться, что оно отойдет. Да, Зая? А я съела колбасу. Съела колбасу? Да. Завезда. Давай купаться. Нагон. Мы смотрим, сегодня ели эти... Пенат. Как это? Арахис. Арахис. Да, арахис. Как видите, в скорлупе и прочее. В скорлупе его продают. Сезон сейчас. Деревья струсили. В общем, в колбасе продают 2,50 за фунт. А в Канаде Ламбер, в нашем хозяйственном магазине, строительном, стоят крызины бесплатно. Потому что у них кто-то из сотрудников имеет на своем участке вот этого дерева. Ему девать этот арахис просто некуда. И вот, собственно, вот. И вот с Кеном мы вчера заходим в этот магазин с закраской. Я стою, щелкаю орехи. У них там рядом же огромное это мусорное ведро. Стоюсь, значит, щелкаешь. Все дела. Потом я такая поворачиваюсь. А там Джен. Женщина очень хорошая, с которой мы дружим. Насколько это возможно, да? С которой в возрасте? Ну да, такая, седая. Я говорю, пакет есть? Да. Кен такой, тебе что, украинка прорезала? Из какой намек пакет? И стоит, хохочет. Самое интересное, что Джен достала пакет. Сейчас вам покажи. О, достала пакет и отсыпала мне арахиса. Говорит, на здоровье. Я говорю, спасибо. Кен дошел до трака, сел такой, говорит, поверить не могу. Я такая, не ну, ну, а чего? Теперь вот едим арахис. Все. Ребенок в кровати по расписанию. И я надеюсь лечь спать. Ввиду раннего подъема. День я сегодня в такой оболаде. Ничего не произошло. А, кстати, я вам не сказала. Occupational therapist постановил, что мы делаем все нормально. И нам нужно еще один висит, чтобы проверить сенсорную интеграцию. Чтобы это не значило. Ну, то есть я примерно понимаю, о чем это. Но когда мы сходим, это будет 13 декабря. Я вам расскажу подобно. То есть в этот раз они ничего не делали. Такого особенного. Мячик побросали, кубики построили. Там бусинку на ниточку понадевали. По цветам пораскладывали. И самое прикольное. В Мэри Медоте очень долго практиковалось в этом раскладывании. В сортировке по цветам. Потому что ей даже задания не озвучили. Ей дали цветные тарелки. Высыпали кучу цветных предметов. Я сразу пошла их раскидывать. И это Эрин, такая девушка, сидит. О, вау. Даже задания не надо говорить. Я говорю, ну практика. Чего уж тут. Ну да. В общем, тут все нормально. И как это... Продолжение следует. Вот. А больше здесь ничего интересного и не было. Кстати, это хотел предложить. Может кому-то интересно будет устроить какой-нибудь субботний или воскресный эфир насчет похудения. Не? Ну что, может вопрос позадать? Не обращайте внимания. Пока нет. Ближайшие две недели нет. Не, ну ближайшие, да. Ближайшие. Мы все заняты. Ну вообще. После дня рождения ребенка. Может кому-нибудь если интересно будет. После дня рождения ребенка, кстати, это я вам потом расскажу, что такое день рождения, где его взять в мордене. И что, мы решили. Но после дня рождения сразу будет Рождество. Ну у нас там будут дни. Короче. Короче. Все. Как план на будущее. На сегодня все. Да. И видимся с вами завтра. Пока-пока. Мне кажется, Лера сплывчатый.